Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Моя младшая сестра пошла работать в клуб танцовщица. Я работал в этом клубе год назад, но мне не очень понравились условия, я ушла. Вестра сходила на собеседование и рассказала, что условия руководства сменились. Меня тоже заинтересовала эта работа, я ее рассматриваю как подработку. Но сестра сказала, что она со мной в клубе работать не будет, если я приду, то она уйдет. В итоге она пошла, сначала говорила мне неделю подработать, и приду я, и она уйдет. Я сидел без работы на этот момент, мне бы эта подработка подошла. Я ей предлагал работать в разные дни, но она не согласилась. В итоге я хотел переступайти через неделю, как и договаривались. Но я начала постоянно работу, я положила. Она мне постоянно рассказывает, как она много заработала, и как ей там было видно, зная, что я сижу без денег, и мне грустно, я очень хочу туда. Она говорит, типа, я за ней повторяю, куда она, туда и я. А мне по сути все равно на нее, я готова не обращать на нее внимания на работе. Мне хочется, что да, мне нравится танцевать, и хочется денег. Мне сейчас они очень нужны. В итоге договорились, что я выйду на следующей неделе в пятницу. Теперь я уже хочу выйти в понедельник. Я что, у нее должна она в силу разрешения спрашивать? При этом она постоянно берет мои вещи без спроса, не возвращает, когда хочет. И в настроение то общается, когда не хочет, торот, чтобы не заходили в ее комнату. Родственники на ее стороне говорят, чтобы я не ходила на ее работу, пусть хоть там работает, иначе нигде больше не хочет. А я что, должна ей потакать? Постоянное разрешение у нее спрашивает, меня это очень возмущало. Сам полно других, а прикопался она ко мне. Эта ситуация меня очень тревожит, я теряю за нее время, не могу делать то, что я хочу и когда хочу. Мне очень страшно, что и родственники на ее стороне. А я на таких работах недолго еще смогу быть, мне уже 30. Ей всего 21, у нее вся жизнь впереди. Она сказала, что она копит и уедет в другой город, но ничего не копит. Она может тратиться деньги на внешность и развлечения. Более того, она и мне запрещает уехать в тот город, и я постоянно живу-то там даже здесь. Иногда у меня к ней ненависть, к ее наглости. Она с ней справиться не может, потакает ей. Как мне жить спокойно, где снять дистанцию от нее, как делать то, что я хочу, и не бояться последствий ее ненависти. Ну, собственно, здесь главный вопрос. Откуда у вас страх? Откуда у вас страх именно вот к ней? Откуда у вас страх к ее ненависти? Да? Ну, то есть, вот, вследствие чего у вас этот страх возник, вследствие чего у вас возникает этот страх и так далее. То есть, откуда страх вот ее ненависти и последствия. Если честно, то исходя из вашего текста, мне как-то больше показалось, что вы чувствуете перед ней что-то вроде... вины или ответственности, как будто бы. Ну, за нее такое ощущение. Вот. И, на мой взгляд, если и есть проблема, если и есть, то проблема. Какая-то, ну, трудность, сложность. Там она заключается в этом. То есть, на сегодняшний день есть что-то. Что не позволяет вам, ну, скажем так, удерживать ваши личные границы с ней. Вот. И, собственно, задача заключается в том, что нужно постараться увидеть, что конкретно вам мешает. Почему вы к ней прислушиваете. Вот. Есть ощущение, что вы нуждаетесь в поддержке. Есть ощущение, что вы нуждаетесь в... опоре. Вот. А, вот. А, вот. А, вот. Какая-то штука. А, вот. То есть, вот. А, вот. А, вот. Такая вот история. В данном случае. И, соответственно, ну, на мой взгляд, желательно как раз вот в этом направлении двигаться. А, вот. То есть, как-то уверенность в себе развивать. А, со страхами работать. И так далее. А, самооценка. Тоже самооценкой мне показалось, опять же, из вашего текста, что... Вы сравниваете себя, получается, с сестрой. А, вот. И, значит... Ну, это вот не в лучшую пользу. Для... Ну, для себя. Для вас. Вот. А, если... Если это так, то в этом направлении, как мне думается... Так же нужно двигаться в этом направлении, как мне думается, так же нужно работать. Потому что, ну, совершенно очевидно, что вам это мешает. Совершенно очевидно, что вас обеспокоит. А, вот. И... Собственно... То, что... По сути... Вы на себе ставите крест, получается. Вот. Такая вот история. Такая вот история. Развитие, значит, личных границ связано всегда с развитием контакта с собой. Вот. То есть, необходимо этот контакт с самой собой развивать. Вот. И... Быть чуткой в себе. А вы, от этого... Вот. На самом... На самом деле... Как будто бы... Эээ... Ждёте... Какого-то... Разрешения. Да? То есть... Ну... Вот. Эээ... По какой-то причине... Погибай... Эээ... Прогибаетесь... Под... Эээ... Вашей... Сестрой. Вот. И... Вы пишите, что вам страшно, что... Родственники на её... Эээ... Стране. А... Чем вас это пугает? Опять же... То есть... Вот... Чем это... Чем это вам... Так... Страшно? Вот. То есть... Как бы... Получается... Получается, что... В... Эээ... Ну... Вот... В некоторых... Моментах, да? Которые вы... Описываете... Эээ... Вот. Вы... Не... Доходите... До... Самого... Главного... То есть... До... Сути... Вот... Вроде... Говорите, что... Вот... Вам... Страшно... С родственники на её стороне... Что именно... Сделяет страх? Не поясняйте. Говорите, что... Как не бояться... Последствий... И... Ненависти... Но... Чем именно... Для вас страшны... Последствия... И ненависти... Непон... Непонятно... Вот... То есть... Эээ... Вот это самый важный момент... Это либо ваши установки... Либо какие-то... Противоречия... Конфликты... Либо то... Вообще... На что во внимание... Например... Обращать... Не привыкли... Вот... И есть такое ощущение... Что вы готовы... Вот... Случать... Людей для других... Но не себя... Вот... Такая вот история... Собственно... В этом... Ну... Как бы... И заключается... На мой взгляд... Основная проблема... На этом всё... Я надеюсь, что... Помог вам... Желаю всего самого доброго... И удачи... Буду благодарен... За обратную связь... По моему ответу... Это позволит вам... Начать над собой работу... «Отфот копейки»